Доклад, который является прямым продолжением работы Александра Васильевича Емельянова, который мы сейчас слушали по трансгенным моделям рыбы. Когда Александр Васильевич приехал и рассказывал нам про эту модель и про вот эти гены, у нас возникла идея посмотреть, что же это за гены. Уже тогда мы работали над, уже давно мы работали над гипотезой Андрея Петровича Козлова о положительной роли опухоли, возможной положительной роли опухоли в эволюции и, соответственно, мы решили посмотреть, что же были эти этазогены. И для того, чтобы начать, я все-таки повторю гипотезу Андрея Петровича Козлова и те ее аспекты, на которые я опираюсь в своей работе, в данной, что наследуемые опухоли рассматриваются как источники избыточных клеточных масс, которые могут быть использованы в эволюции многоклеточных организмов для экспрессии эволюционно новых генов. Потому что, как мы знаем, эволюционно новым генам им, в принципе, негде экспрессироваться, негде работать. И мы уже неоднократно за сегодня это слышали, что опухоль может как раз предоставлять им такую возможность. То есть она дает им место, клеточную массу. И, соответственно, если эти новые гены будут экспрессироваться, то, возможно, мы получим новые типы дифференцированных клеток, которые будут обладать новыми функциями, из которых, возможно, возникнут какие-то новые структуры и которые, возможно, даже станут какими-то органами. Мы сегодня уже слышали много примеров таких. И теперь вот перейдем к некому модельному подтверждению. Потому что у любой гипотезы, я считаю, должна быть какая-то модель в начале, на которой можно как-то проверить. И вот я покажу вам картинку, которая описывает схему модели, над которой работал Александр Васильевич. То есть мы видим, и как мы слышали в докладе, что у нас была трансгенная модель. При добавлении канцерогена у двойных трансгенов, рыбок, у них развивается опухоль печени. Когда это вещество мифибристон убирают, опухоль регрессирует. И мы видим вот тут на диаграмме как раз нарисованы эти стадии. Это нормальная печень, это гиперплазия и, соответственно, это гипотоклеточная карцинома. И если на этой стадии канцероген удаляли из среды, то мы наблюдали регрессию опухоли. И для того, чтобы проанализировать транскриптомы этих клеток, был проведен анализ транскриптомы на этих стадиях. На стадиях нормальной печени, на стадиях гипотоклеточной карциномы и на стадии регрессированной печени. И вот на этом слайде тут основные моменты. Это диаграмма всего исследования. Вот Александр Васильевич вам рассказывал про полторы тысячи генов, которые как раз активировались, но не выключились. И именно с этими генами мы стали работать. Но в работе мы использовали не все полторы тысячи, а около девятисот. Это связано в первую очередь с аннотацией генома, скорее всего. Какие-то гены просто не были найдены. Потом не все гены, возможно, были белокодирующие. Соответственно, в работу было взято 870 генов. И основная цель была проверить, какой же у них возраст у этих генов. Являются ли они эволюционно новыми. Мы уже знаем, что они опухолеспецифические. То есть они активировались в опухоли, но в норме они не работали. То есть у нас один момент мы уже подтвердили гипотезу. Осталось посмотреть, какой у них возраст у этих генов. И для этого мы использовали разные алгоритмы. Какие-то опирались просто на област, какие-то были более сложные. К примеру, ОМА. ОМА – это подход, который позволяет более точно найти артологий генов, потому что он ищет в двух направлениях. Он сначала находит артолог, а потом его подтверждает или не подтверждает. То есть в обратном направлении. То есть как бы более точно. И таким образом мы обнаружили, что более половины этих генов, 409, они являются эволюционно новыми относительно миноги. То есть в геноме миноги этих генов нет. Дальше мы перешли к анализу. Дальше мы посмотрели, а есть ли эти гены у человека в геноме. То есть если они появились недавно, закрепились ли они в эволюционной истории у человека. И что с ними случилось. И мы обнаружили, что одна треть этих генов имеет артологи в геноме человека. И дальнейшая работа была связана с изучением их функции. То есть у нас есть модель. У нас возникают гены. Они сохраняются до человека. И интересно было бы посмотреть, какая траектория возникновения функции. И на тот момент уже существовал такой ресурс генной антологии. Этот ресурс изначально разработали на дрозофиле. И потом его экстраполировали на все организмы, в принципе. А так как и человек, и Данио являются очень модельными объектами, то именно по этим организмам было очень много данных. И нельзя говорить, что генная антология для них не слишком охарактеризована. То есть она очень охарактеризована. И мы... Дальше перейду уже. Я еще вернусь к этому слайду, потому что это вся схема моей работы. А дальше вам покажу несколько этапов, которые мы тоже включили в свою работу. Первый этап – это подтверждение экспрессии. Мы уже показали, что есть эволюционно новые гены. И мы опирались на данные глубокого секвенирования. Но любое секвенирование транскриптомов – это очень статистический метод. И поэтому его лучше подтверждать экспериментально. И мы использовали простой ПЦР и проанализировали выборку генов из нашего списка. И показали, что действительно там Т1 – это опухоль, там семенома и гипотоклиточная карцинома. Это уже рыбки не модели. Это просто рыбки с опухолью. То есть это как контроль экспрессии. Были опухоли печени и была нормальная печень. И, соответственно, показали, что действительно эти гены опухолеспецифичны. То есть они в норме у рыбки не работают. И дальше мы перешли к анализу генной онтологии этих генов. Генов, которые являются эволюционно новыми. И показали, что очень интересный момент мы обнаружили. Эти гены возникли у рыбки. Они были очень простые. Согласно генной онтологии, функции у них практически не было. Это были какие-то молекулярные функции. Анализ их ортологов показал, что у человека эти гены приобретают функции. То есть они фактически эволюционируют. То есть для всех возникновение гена – это возникновение его в геноме. Но если ген возник в геноме, и он не работает, нельзя говорить, что он уже полноценный ген. У него нет функции. И, скорее всего, он потеряется. Но если он приобретает функцию, значит он уже закрепится. И мы видим, что у рыбы большинство этих генов имеет очень простые молекулярные функции, поскольку они просто экспрессируются. То есть если что-то экспрессируется, оно встраивается в сеть. Ну просто есть продукт у гена, он есть в клетке. Соответственно, какую-то функцию он может выполнять. И обычно все молодые гены имеют функции, связанные с взаимодействием ДНК или что-то такое простое. И вот у ортологов этих генов, и как раз на этом слайде это видно. Вот это вот ортологи эволюционно новых генов, графа. И мы видим, что у них очень много функций, которые связаны с развитием каких-то анатомических структур, с различными процессами развития. Если смотреть в соотношение, то, допустим, 52 против 21 – это сравнение именно функций генов и их ортологов. То есть этот слайд говорит, не знаю, понятно или непонятно, но говорит о том, что у человеческих ортологов очень важные функции возникают. У рыб этих функций нет. И мы видим, что по факту возник ген и приобрел функцию. Вот об этом слайде. А вот этот слайд уже более интересный, и как раз он подтверждает предыдущий. Тут приведен список функций, в которых участвуют эти гены. Это функции, которые являются… У рыб их нет. Фактически у рыб даже нет таких органов. Они связаны с развитием легких, с развитием плаценты. То есть эти гены, когда они возникли у рыбы, впоследствии сохранились в эволюции, они встроились в очень серьезные такие сети морфогенетические и стали выполнять интересные, важные функции. Конечно, это были не все гены из списка. И эта модель всего лишь, да, мы видим, что эта модель, она даже не совсем подходит под нашу гипотезу, потому что она все-таки злокачественная. Но мы на этой модели смоделировали возможность отслеживания траекторий возникновения функции. Мы показали, что, во-первых, гены возникают, во-вторых, они даже, во-первых, они возникают в опухоли, в опухоли начинают экспрессироваться, то есть они начинают работать. Во-вторых, они приобретают функцию, они сохраняются до человека, и у человека приобретают функцию. И вот еще очень следующий этап работы. Мы говорим, что в опухоли экспрессируются эволюционно новые гены. А интересно, эти гены, которые потом сохранились у человека, они как, где они экспрессируются? И мы посмотрели. Посмотрели на панелях и показали, что в большинстве случаев эти гены уже работают в норме. В опухоли они не работают. То есть по факту произошла специализация функции. То есть они приобрели функцию в каких-то органах. И в опухолях они уже не работают. И в первую очередь это обусловлено тем, что возникли обратные связи. То есть изначально вот эти полторы тысячи генов, которые обнаружил Александр Васильевич, у нас было еще предположение, что они просто не имели регуляторных обратных связей. То есть они активировались из-за того, что активация произошла, но при этом выключиться они не смогли. Потому что у всех генов, которые были более старые, у них есть обратная связь. А у этих генов обратной связи не было. И, соответственно, они не смогли выключиться. Поэтому мы их и обнаружили. И когда мы говорим об ортологах этих генов у человека, то у них уже есть обратные связи. Это обычные гены важные, которые выполняют важные морфогенетические функции. Конечно, там не только морфогенетические функции, но мы как раз нашего внимания привлекли именно они. И вот это является таким подтверждением нашей гипотезы. И еще некоторые свежие данные. Мы проанализировали транскриптомы другой аналогичной модели, которую также Александр Васильевич упоминал. Там другой онкоген. Но тоже происходит активация опухоли. И также мы проанализировали транскриптомы. И вот на этом слайде видно, что в этой половине, в левой, мы видим, что мы посмотрели наши гены. У нас было там 870 генов, которые мы изучали. И мы посмотрели, экспрессируются ли они в норме в этой модели до активации опухоли. И показали, что 539 генов, они не экспрессируются в норме. То есть это как некое подтверждение. И дальше мы посмотрели, а в опухоли они также экспрессируются или нет. И показали, что из тех, которые в норме не экспрессируются, в опухоли активируется очень маленький процент. И это вообще, на самом деле, мы, в принципе, даже предполагали, что так и будет. Потому что вот этот процесс, search engine, когда в опухоли активируются новые гены, он стахастический. То есть в одной модели эти гены активировались, а в другой модели, допустим, этот участок был не сильно там деметеллирован или еще что-то. И, соответственно, эти гены просто не активировались. Но при этом в норме их тоже нет. И это очень важное подтверждение. И дальше мы пошли по другому пути. Мы посмотрели, а какие гены активировались в этой модели. И тоже обнаружили гены, которые активировались в этой модели. Вот 847 этих генов. И тоже среди них есть большой процент эволюционно новых генов. И тоже среди них есть гены, которые имеют ортологи у человека. Не все. Вот 176 они имеют ортологов. Они потерялись, скорее всего, просто. Потерялись в эволюции, не в поиске. И этот слайд, наверное, не очень видно. Но тут показано, что среди этих генов, которые эволюционно новые и опухолеспецифические в этой модели, тоже есть гены, которые у человека приобретают важные морфогенетические функции. Конечно, нужно каждый ген изучать подробно. То есть разные есть какие-то исключения или что-то. Но, в принципе, в общей картине мы видим, что гены, которые в этой модели были активированы как очень простые, и, скорее всего, еще совсем не работающие, без обратной связи, они приобрели какую-то функцию у человека. И, соответственно, в естественных условиях тоже все могло вот так происходить. Потому что модель, она и нужна для того, чтобы показать возможность какого-то процесса. И мы показали его. И вот сейчас уже публикуем эту статью. Надеюсь, в ближайшем будущем. Мысли уже подали в печать. Выводы я вам, в принципе, все сказала, наверное. Поэтому я хочу сказать всем спасибо, всем коллегам. Тут, правда, на картинке нет одного сотрудника, Андрея Макашова, но вы его сегодня видели. Он тоже участвовал. Поэтому, если вдруг у кого были бы вопросы по модели, но, мне кажется, после рассказа Александра Васильевича их не осталось. Все, спасибо. Вопросы, пожалуйста. Какой смысл вы вкладываете в слово «функции»? Что вы… Ну, вообще, в простом смысле, функция – это обратная связь. То есть, если ген как что-то выполняет, да, и он регулируется, то, значит, это уже в какой-то мере функция. Это свойство. Это сложный вопрос, да. Но функции мы, в принципе, разделяем на два компонента. Есть функции молекулярные, а есть функции организменные. Какие? То есть, организменные. Это как некая градация. Молекулярная функция – это, значит, ген с чем-то взаимодействует и вызывает какой-то ответ. А если этот же ген выполняет вот эту вот функцию в каком-то сложном… в проявлении какого-то сложного признака морфогенетического, допустим, развития легкого или что-то, это уже будет организменная функция. Это как некая разная сфера градации. В принципе, молекулярные функции выполняют практически все гены, которые есть в клетке, потому что они там есть. Если у гена есть продукт, то он с чем-то взаимодействует. Просто потому что он там есть. Можно я сразу комментарий некоторый сделаю? Значит, не так давно была большая дискуссия о функциях и не функциях в связи с тем, что консорциум, название которого у меня выскочило сейчас из головы, посмотрел на транскрипцию генома и обнаружил, что 80% генов транскрибируется. И большой фурор – 80% генов функционально, тогда как генетические данные давали 5% функциональных генов, а остальное – мусор, трэш. И по этому поводу была очень большая дискуссия, и в результате ее породилось такое определение функции. Функция – это то, что способно селектироваться или контрселектироваться в эволюции. Оно либо вредно, либо полезно. И когда с этой точки зрения посчитали, то действительно 5% таких генов. А остальное, ну, вы определяете это как молекулярная функция. Но мне хотелось бы, чтобы вот эта граница была просматриваемой. Просматриваемо четко. Вот я, когда говорю про обратную связь, я имею примерно то же самое, что вы говорите, имею в виду. Поэтому. I have a comment. Я тоже комментирую это. Вот смотрите, в генной онтологии – это ресурс, который некоторые называют вообще революцией в биологии, который позволяет вот последовательно вычитать. И там тоже три типа функций – молекулярная, клеточная и организменная, грубо говоря. Организменная – это все, что связано involved in development. Поэтому там вот это примерно то же самое, что сказала Катя. Теперь, вот действительно, в книге кибернетика Виннер дает такое определение, что вот все, что функция регулируется, все, что регулируется – функция. Но это Виннер, это основоположник, понимаете? И для нас это очень важно. Теперь смотрите дальше. Оказывается, что рост сложности, он не связан с селективностью, с селективным advantage, selective advantage. То есть не совсем понятно, что такое тогда рост сложности. И вот здесь вот эволюционисты, морфологи, они вот начинают разговоры, да? То, что рост сложности может быть неадаптивным поначалу, значит, он не селектируется, он просто рост сложности, да, но потом может возникнуть функция, да? То есть здесь вот на самом деле я считаю, что слово функция и понятие функции, хотя вот у нас есть и наука физиология, да, и там уже сколько физиологии существует, там, 200 или 300 лет. А тем не менее понятие функции, оно продолжает эволюционировать. Действительно так, действительно так. Вот то, что геном-то транскрибируется на 90 там или сколько процентов, ну так он ведь все-таки транскрибируется по совокупности дифференцированных клеток. Это энкод, наверное, вот вы цитируете, когда вот… Ну да, ну причем, знаете, что еще интересно, что в энкоде… Да, ну почему, понимаете, там еще что интересно, энкод, ведь он в значительной мере сделан на клетках трансформированных, ну чтобы так, кстати, их поддерживать в культуре. То есть фактически данные энкоды относятся к трансформированным клеткам. И то, что в опухолях такой большой процент транскрибируется, ну это понятно, вот на то они и обухоли. То есть, понимаете, получается, что мы спорим о функции на модели, которая утеряла функцию, и там в какой-то мере, понимаете, ну вот. Но на самом деле это действительно центральный, понимаете, оказывается вопрос, я думаю, в том числе и для онкологии, понимаете. И его надо вот тоже обсуждать и думать вообще, потому что если вот то, о чем мы говорили до этого, окажется в какой-то мере правдой, то нам надо будет функции лечить, ведь в конечном итоге, понимаете. Обратные связи. Еще вопросы? У рыб не рассматривает ли такую возможность, что эти новые гены были у более просто устроенных организмов? Ну, допустим, уверены ли вы, что этих новых генов нет, еще нет у ланцетников? Да, уверены, мы смотрели. И то есть у всех последующих, у земноводных, у млекопитающих? Ну, были случаи, когда гены, допустим, у миноги случайно не было этого гена, да? Но были у более простых. Но мы такие случаи тоже анализировали. То есть у всех эволюционно дали разных организмов, они были? Да. Спасибо. Там ведь по эволюционному, по филогеническому древу, общий предок рыб и человек, рыба и человеком разошлись, ну, какой-то, только часть времени они вместе, их общий предок прошел, понимаете? Поэтому человеку наследовала, конечно, только часть общих генов с рыбами, а другую часть он не унаследовал, да. Вопросов больше нет. Тогда наша сессия завершена. Давайте поблагодарим всех спикеров. Спасибо. 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 Спасибо.